правильный возврат видеокарты в магазин как правильно вернуть видеокарту в магазин сегодня отвечаем на этот вопрос популярный вопрос где вам можно задать вопрос по возврату в комментариях я отвечу либо видео либо в самих комментариях на всякий случай обозначу его и тут хорошо сдал виде виздал видеокарту в сервисный центр в городе нижневартовск визуально она идеальная только небольшой слой пыли перестала работать и вы допускаете первое неэффективное действие вы сдали видеокарту но то что вы его сдали в сервисный центр хорошо по идее лучше обращаться в магазин но пускай магазин вас направляет сервисный центр ладно соответствии со статьей 18 закон о защите прав потребителей вы как потребитель можете предоставить товар на проверку качества проверка качества эта процедура которая подтверждает наличие дефекта просто есть или нет и никаких больше вопросов все а есть еще процедура которая называется экспертиза она устанавливает кто виноват возникновение недостатка если проверка качества он был подтвержден вы сломали или на заводе плохо собрали или там транспортировали неверно в магазине может что-то неправильно сделали с видеокартой но суть том что вы не виноваты так вот экспертиза устанавливает причину возникновения недостатка короче кто виноват и все это делается при потребителе проверка качества занимает 20 секунд может две минуты принесли видеокарту в магазине и и воткнули в компьютер не работает проверка качества закончена вам ее отдали вы ушли за две минуты все сделали экспертиза 20 минут при вас провели вы ее принесли на экспертизу при вас прошла экспертиза вы ее забрали хорошо все под вашим контролем так и написано статье 18 потребитель имеет право присутствовать и на проверки качества и на экспертиза а вы отдали сдали товар в сервисный центр где он лежит где с ним что-то делают мне непонятно как что-то происходит и это неэффективное действие дальше приведет к целому сексовой серии вопросов одно изначально мы уже нашли момент который в будущем нужно исправить и что должен первое для себя понять потребитель и каждый зритель этого видео если вы допустили ошибку в прошлом главное не повторяйте ее в будущем то есть окей признаем сделали неграмотно да повели себя неэффективно но бывает вы же не юрист вы не знаете как надо идеально все делать вы не изучали закон о защите прав потребителей но теперь то знаете и вы теперь уже человек грамотный уже что-то узнавший и раз вы такой то в будущем то не повторяйте ошибку да это уже будет огромный урок огромный результат данного видео и вашего случая лично и для всех зрителей тоже самое в моем городе а попытались запустить не вышло то есть проверка качества пошла в сторону в пользу потребителя но и хорошо сказали отправиться сургут и вот видите начинается тут не получилось туда сейчас пойдем и вот начинается традиционный лабиринт вот представляете как маленького ребенка вы сдаете в лабиринт детский на елках где вот все эти ледяные стеночки он бегает 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 и уже не может выйти и вот можно просто взять его так взять и не важно где он находится поднять и вынуть из лабиринта вот так же хочется сделать с потребителем из вот этого лабиринта куда закидывает вас потребитель просто взять и вынуть чтобы прекратили блуждать и искать пути нет возможно вы найдете нужный путь возможно не найдете но потратите точно больше времени выше гните из этого лабиринта и не вступайте в него больше просто не попадаете сказали отправить сургут сургуте при проверке произошло разрушение керамической индуктивности 1 в 8 чтобы это не было итог отказ от гарантии вот это вообще эталонный случай почему нельзя сдавать товар на экспертиза что-то во время экспертизы пошло не так и ваш товар испортили и сейчас говорят что вы виноваты как этого избежать да не сдавать товар же уже а предоставлять присутствовать на проверке иначе вы просто на доверие дарите товар не говоря уже о том что я вообще не вижу чтобы потребитель здесь сказала что написал претензию а проверка качества и экспертиза и экспертиза без претензии лишены смысла на моем канале замечательное видео так и называется проверка качества и экспертиза без претензии суть в том что в этом случае если вы не написали претензию то проверка качества и экспертиза это просто подарок вы просто дарите магазину ваш товар и говорите делайте что хотите она вообще никого не имеет ни ограничений не по времени не по срокам и ровно наоборот становится если вы написали претензию если претензию написали то магазин сжат десятью днями на проверку качества на экспертизу на возврат денег, он будет действовать быстро, эффективно и, скорее всего, с огромной долей вероятности вернет вам деньги. Но вы не написали претензию. Это уже второе неэффективное действие. А мы запоминаем, зрители, кто смотрит это видео, экспертензию пишем, товар предоставляем, но не сдаем. И у вас товар сломали. И дальше отказ от гарантии. Отказ от гарантии, снятие с гарантии, негарантийный случай, чего только не выдумают магазины. Это же целый поток творчества. За творчество 5, за отношение к потребителю 2, потому что никакого отказа от гарантии не может быть. Термин гарантия отсутствует в законе защиты прав потребителей. Также отсутствует отказ гарантии. Также отсутствует гарантийный срок, негарантийный срок, точнее гарантийный случай, негарантийный случай, а присутствует как раз только один термин – гарантийный срок. То есть, когда мы слышим гарантия, во всем законе есть лишь одно сочетание – гарантийный срок. То есть все, что связано с гарантией – это только время, интервал. И когда вам говорят «отказ от гарантии», вам говорят «отказ от интервала времени». И вы смотрите на магазин и думаете «Алло, что значит отказ от трех лет? Вы что? Ху-ху! Как можно отказаться от срока?» В этом суть. Магазин вас вводит за нас. Понимаете? Прекратите это. Станьте грамотным потребителем. Отказать в гарантии невозможно. Вы пишете «отказ от гарантии». Это невозможно. Магазин может вам лишь отказать, сославшись, что вы на то, что вы сломали товар. И все. Это никак не связано с гарантией. Магазин это может делать в течение срока службы, в течение срока гарантии, позднее. Неважно. Отказаться от гарантии просто невозможно. Посмотрите видео, которое называется «Сняли товар с гарантии». Я там рассказываю про то, что это физически. Невозможно. Это использование терминов, которые не существуют в нашем законодательстве. Написал претензию. О! Хочется сказать. Потребитель поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Но что-то все равно поздновато. Почему в середине большого вопроса написал претензию. Идет уже после совершенных разных действий. После того, как вашу видеокарту испортили. Запоминаем навсегда. Для всех новых зрителей. Одну попытку мы даем в магазине вернуть вам деньги. Приходим и говорим «Верните деньги». Товар не устраивает. Если получаем любой другой ответ, требование экспертизы, проверка качества, затягивание сроков, без бухгалтера не могу, давайте лучше ремонт. Любой сценарий, кроме возврата денег, любой. Равно пишем претензию. Еще раз. Вы, как только вас не устраивает товар, например, видеокарта, просите один раз в магазин вернуть деньги. Один раз просите. И получаете один из двух сценариев. Первый сценарий. Магазин тут же соглашается вернуть деньги. Все. Вернули деньги. Второй сценарий. Любое другое событие. Любое. Поймите. Там будет десятки хитростей и уловок магазина. Вы логически делите так. Возвращают деньги. Любой другой сценарий. Вот любой другой сценарий. Значит, сразу же пишем претензии. Сразу же. Больше никаких переговоров не ведем. Хорошо. Написал претензию с вопросом. С вопросом. Не надо претензии с вопросами писать. Надо писать претензии с требованиями. Возврата денег. Как могло произойти это разрушение при запуске у вас, если его не было в нашем сервисном центре? Вопрос проигнорировали. Просто расписали. У нас лучшие сотрудники и лучшее оборудование. Мы не видим поводов им не доверять. Нет. Это так. Не работает. Во-первых, все эти переписки с магазином не имеют никакого смысла. Не нужно с ними ругаться. Крепость, которая ведет переговоры, уже наполовину взята. Когда вы начинаете писать претензии с вопросами, магазин вам освещать, вы еще больше в это болото провариваетесь. Там, где магазин будет вас отфутболивать, мурыжить и запускать по сценариям, где вы на все это забьете, забросите и просто ничего не вернете. У магазина целая отработанная тактика по таким действиям. Вместо этого вы не ведете переговоры, а пишете претензию с требованием возврата денег, запуская 10-дневный интервал, после которого в вашу пользу начинает набираться неустойка. Но вы общаетесь с магазином, и это очередное неэффективное действие, которое вы тут выбрали. Ну да ничего. Все равно шансы вернуть есть. И в конце концов, разбирая неэффективные действия, мы говорим, как надо было сделать, критикуя, предлагаем. И, соответственно, все зрители, и тот, кто спросил, узнают новое, и теперь узнают, как действовать грамотно. И сейчас, и в будущем. Мы не видим поводов им не доверять. Это смешная аргументация. Вообще, ее нет смысла обсуждать, потому что претензия – это не место переписки с магазином. Это одностороннее предъявление требований, одностороннее уведомление о том, что вы требуете деньги. Но когда магазин говорит, что ему нет смысла не доверять сотрудникам, всегда запомните, магазин – это не какая-то крупная организация с грамотными сотрудниками, крутыми юристами и отлаженной схемой действия. Это просто Василий Петрович и Нина Федоровна. А вот вы, магазин – это единица, вы единица, вы равны. Не смейте думать, что магазин – это что-то большое, крутое и сложное. Ваши права полностью идентичны. Я имею в виду, он продавец, вы потребитель, но вы равны в ваших силах, так сказать. И если магазин ставит себя намного выше вас, то вспоминайте, что ваше отношение с магазином в случае разногласий регулируется не тем, что магазин сказал, а федеральным законом. Вот смотрите, это вы, это магазин. Если вы будете с ним взаимодействовать, это будет неэффективно. Взаимодействуйте с ним через третий посредник, через закон о защите прав потребителей, который подробно расписывает, что и как регулируется. И не позволяет, конечно же, объявлять сотрудников магазина суперэкспертами, которым нельзя не доверять. Это полнейшая выдумка. Фантики, мусор, вот эти вот отписки, которые вам пишут. Выкидывайте их, они не имеют никакого смысла. Такого не было, такого не было в случае обычного использования видеокарты, так как у видеокарты несколько степеней защиты, независимой друг от друга, и она не должна была запуститься. А так как она попыталась и пошло данное разрушение, делаем вывод, что были выведены цепи питания намеренно. Написано все моими словами. Я смог написать еще одну претензию только через месяц, так как был на вахте. Товар все это время был у них. У нас вообще в законе защиты прав потребителей действует такой принцип или постулат, что потребитель не должен и не обладает техническими данными, техническими навыками и специальной компетенцией в отношении товаров, которые он покупает. Вы и не должны все эти вещи предугадывать, писать и расписывать. Вас это не касается. Вы купили видеокарту, воткнули ее в стенный блок и пошли играть в Доту 2 или, например, делать реферат в Ворде. Все. Вам не нужно знать про цепи питания, обходные, этот, этот. Это вас не касается. Поэтому можете в этом тоже даже не общаться по этому поводу с магазином. Написал еще раз вернуть им деньги, требования. Задал тот же вопрос. Только не вопрос, а требование. Хватит уже вопрос задавать, хватит просить магазин. Вы только требуете. В былые времена, год назад я расписывал, я снимал видео, как правильно писать претензии. И я очень сильно ругал всех тех, когда мы анализировали претензии, кто в претензии пишет. Хочу вернуть, прошу вернуть. Не хотите и не просите. А только одно слово вы используете в претензии, одно единственное. Требую. Никогда не пишите хочу или прошу. Это изначально ставит вас в позицию ниже. Во-первых. Во-вторых, показывает, что вы неграмотный потребитель. Потому что ни один нормальный юрист, ни один грамотный потребитель не будет просить чего-то у магазина. Вам право вернуть деньги дано законом. И вы его требуете, реализация этого права. А не просите магазин, ну быть таким хорошим, проявить лояльность и сделать то, что он и так должен сделать. Понятна логика? А-а-а, понимаете? Понимаете? То есть, вы пишете, задал вопрос магазину. Нет. Не надо больше задавать им вопросов. Надо требовать. Как она могла испортиться, если она у нас не портилась? Также попросил их распечатать полный отчет проведенных работ с моим товаром. Вот смотрите. Вот это я называю настоящий лабиринт неэффективных действий. Тут у нас уже дошло, что потребитель напишет уже вторую претензию, в которой просит распечатать отчет проведенных действий. Как вы думаете, такие вопросы регулируются в законе? Как? Конечно же никак. Никаких отчетов, никаких переписок с магазинами. Вы вам построили целый замок из песка, в котором вы сейчас разбираетесь и что-то там делаете. Вообще ничего такого делать не нужно. Вы пишете претензию с требованием вернуть деньги и никаких переписок нет. Никаких отчетов. Этого не существует в законе. Это просто, знаете, это игра, как в детстве играли. Знаете, я кассир, вот вам денежки, вот вам сдача. Положили вот так, все денежки. Я парикмахер, вот у меня ножнички, чик-чик-чик-чик-чик. Подстриглись, все, теперь вот денежка, держите, монеточка, вот касса, бим, вот вам чек. Дети играют, а я тракторист. Вот они строят воображаемые фантазии у себя в голове и живут в этих фантазийных мирах. Вы выросли, стали грамотным потребителем и делаете ровно то же самое. Вы просто построили целый мир какого-то взаимодействия с магазинами, который не имеет никакого отношения к реальным эффективным действиям. Учтите это в будущем, потому что никаких переписок, никаких распечаток проведенных работ, актов у неремонтопригодности и чего там только не додумают. Ничего этого не существует. Я, кстати, понимаю, что в реальности, если говорить серьезно, то акт проведенных работ, это все создает иллюзию, иллюзию, что это целый большой сложный процесс, в котором нужно нанимать юристов, в котором магазины очень компетентны, а вы тут такие даже не знали, что такое это бывает. В реальности все супер просто, элементарные действия позволяют вернуть вам деньги. Но главное не наступить ногой в болото, потому что оно начнет вас засасывать. Вы это сделали, и теперь блуждаете по болоту-лабиринту. Я надеюсь, что я для вас тот, кто вас сейчас вытянет, а для всех остальных тот, кто в будущем вам не позволит наступить в этот лабиринт. Держитесь четко схемы. Тропинки. Чтобы не попасть в болото, держитесь тропинки. Тропинка такая. Что-то пошло не так? Просим один раз в магазин, дальше пишем претензии с требованием возврата денег. И с этой тропинки ни шагу вправо-влево, иначе заблудитесь. Какие сегодня у нас красивые примеры тут, красивые алюзии, эпитеты, метафоры, лирическое повествование о защите прав потребителей. Поэма. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков имеет право по своему выбору требовать. Надо, кстати, взять и почитать закон о защите прав потребителей с выражением. Это будет интересно. Ладно. Конечно же, нет. Мы это делать не будем, потому что любой может его почитать, а мы действуем эффективно. Поехали дальше. Я понимаю, что, скорее всего, я сделал все прям неправильно. Но не то, что вы неправильно. Вы все-таки какие-то действия делали, и даже слово претензии фигурировало. Но давайте скажем, что если бывает эффективность 100%, или близкая к 100%, или 0%, то вы, конечно, не 0%, но и не 100%. Пускай 30%, абстрактно. То есть вы, да, вы, знаете, вы признали, что сделали множество неэффективных действий. Вы одним только этим уже стали грамотным потребителем. Потому что реальное грамотное потребление вас, ваших детей, родителей, внуков, всех, оно начинается с момента, когда вы понимаете, что действуете неэффективно. Когда вы вдруг понимаете, что, ой, а может быть, меня в магазин вводят заблуждение, вводят занос, может быть, все по-другому, и вы пытаетесь знать, а как? И натыкаетесь на мои видео, например, или на закон, или на юристов, или еще на кого-то. Ну, короче, прокачивайтесь. Можно, и так, вы пишите, скорее всего, все сделали прям, все неправильно. А давайте, не неправильно, а допустили ряд неэффективных действий. Я посмотрю все ваши видео, сомневаюсь, что все, вы не представляете, сколько их, их количество уже давно перевалило за 450 на эту тему. Просто уж они длинные. Да, потому что я в них рассказываю стихи, кручусь, шучу, хлопаю, машу руками. Вот такой вот контент. Если у вас есть возможность ответить двумя-тремя предложениями, что сделать надо в данной ситуации было. Вот мне интересно, что бы сейчас спросил потребитель, что сделать надо в его ситуации сейчас, или что сделать надо было. бы. Будет супер. Либо же другие знающие люди, ответьте, пожалуйста. Знающие люди. Давно у нас зрители не спрашивали знающих людей. Знающие люди, ответьте. Давайте я отвечу, вот смотрите, мне сказали, тремя предложениями ответить, что надо было делать. Сейчас отвечу тремя предложениями, что надо было делать. И еще отвечу тремя предложениями, что надо сделать сейчас потребителю. Хорошо. Поехали. Три предложения, что надо было сделать. написать претензию с требованием возврата денег отправить претензию электронно вернуть деньги все три элементарных шага написать отправить забрать деньги всего всего а если вам нужно больше деталей то есть видео которое называется возврат товара по гарантии полная инструкция полный порядок действий там все расписано прямо поэтапно только вы не смотрите во весь этот видео момент зачем вы просто смотрите как энциклопедию в нужный этап смотрите на котором вы и действуйте хорошо теперь что сделать потребителю сейчас ну а всегда на берегу говорю на берегу говорю в таких случаях что уже допущено множество ошибок главное в будущем такое не попадать это мы сейчас воспринимаем больше как юридический этюд что делать когда вы так заплутали тоже в три приложения скажу написали претензии вернуть распечатать полный порядок то есть человек написал вторую претензию с порядком работ и ему не ответили что сделать сейчас вам ответ провести независимую экспертизу вместе с этой экспертизой написать претензию с требованием возврата денег напомнить про неустойку все это то что вы можете сделать сейчас я думаю это самый оптимальный порядок действий понятно что потеряна инициатива понятно что если она на экспертизе сгорела сейчас магазин может упирать и говорить это она там не сгорела это вы вообще виноваты а вот она такая пришла а вы наверное на видео то и не засняли когда ее сдавали и не зафиксировали в каком качестве ее сдавали ну то есть тут уже случаи конечно разные опять же шанс выиграть все равно высокий в суде почему потому что вы можете это все просто рассказать в суде даже о том что вот вы дали так так вам сказали сюда она там у них сгорела я вообще ни при чем ничего не разбираюсь они что-то мне сожгли и деньги не возвращают даже это достаточно чтобы выиграть в суде шанс шанс есть некоторые в среднем шанс 84 процента у вас чуть меньше но тоже высокий все разобрали да как полезно будет для всех кто посмотрел это видео и только планирует вернуть видеокарту и очень надеюсь что в это видео раскидайте до своим знакомым айтишникам потому что поймите единственный способ уберечь их от ошибки в будущем это сделать так чтобы они это видео посмотрели до момента когда сдадут видеокарту на экспертизу в другой город если они бы сдали после они будут как сегодняшний зритель узнавать много нового и говорить что уже все сделали неправильно а если вдруг увидят это видео то тогда они сразу же сделаются грамотно еще есть одно грамотное действие можно поддержать мой канал по номеру карты в описании вот он маленький благотворительный несущественный для вашего бюджета донат по принципу я помог вам вы помогли мне если читаете что я говорю по делу что-то толковое объясняю вам нравится как я подаю всю эту информацию меня можно реально поддержать youtube не показывает рекламу соответственно монетизация и раз не показывает рекламу то и нечем делиться ему поэтому доходы с видео отсутствуют все только за счет вас кто хочет поддерживать буду очень благодарен неких партнерок продюсеров сам все снимаю оформляю монтирую ваши доната получаю читаю улыбаюсь поэтому чем их больше тем у меня лучше настроение одно и так всегда хорошее но можно еще его приподнять буду вам очень благодарен поэтому меня можно поддержать номер карты описание скопировали вставили кинули 50 рублей вроде как мелочь но когда вас будет много я стану богат сомневаюсь потому что с текущими тенденциями к этому даже близко не идет но я не сдамся я буду пытаться поэтому всех благодарю за поддержку увидимся в следующих видео